Играет музыка Слева от меня команда средней школы номер один города Ветка. Капитан Дарья Саакян. Красные шарфы они не надели, потому что у них фирменные школьные галстуки. Дресс-код. Справа от меня команда гимназии города Будо-Кошелёва. Вадим Козлов рулит. Аналогично у них синие фирменные галстуки. Итак, в прошлой игре мы доказали, что простая базовая школа, в роли базовой школы выступал Хальч у нас, может победить крутую Чечерскую гимназию. Посмотрим, сумеет ли гимназия Будо-Кошелёва одержать победу над простой рядовой школой номер один города Ветки. Кстати, вот ребята очень так напряжены, не думайте, что они так в первый раз в интеллектуальных баталиях. Обе команды призёры замечательного турнира по интеллектуальным играм, который называется Кубок Ветковских Раскольников. Проходит он в ветке, проводит его Сергей Михайлович Любимов, замечательный человек. Аплодисмент. Итак, не впервые им стоять лицом к лицу с соперником, не впервые отвечать на сложные вопросы, но тем не менее проверим сначала интуицию. Дарья Саакян, Дарья, кто у вас с самой мощной интуицией, кто готов пойти на блеф игру? Самой мощной интуицией у нас обладает Алина Квакуха. Алина, готовьтесь, Вадим, у вас? На блеф игру у нас идёт Мария Попека. Итак, Алина против Марии, вперёд! Итак, ветка против Будда Кошелёва. Блеф игра, да или нет? Поехали. Верите ли вы, что мусульманам запрещено есть говядину? Да. Да? Да нет, свинину им запрещено есть. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что курган – это насыпь над древним погребением? Ну, да, нет? Да, верю. Да, конечно, курган – это насыпь над погребением вождя или какого-нибудь другого человека. Играем. Нивы сжатые, рощи голые, от воды туман и сырость. Верите ли вы, что это стихи Пушкина? Нет. Нет, это Есенин. Хорошее чувство. Поэзия у вас, отлично. Верите ли вы, что отцом Пиноккио был папа Карло? Нет. Отцом Буратино был папа Карло, а у Карла Колоди, а отцом Пиноккио был столяр Джепетто. Браво, не купились. Верите ли вы, что клюква – это луговое растение? Да. Нет. А какое? Болотное. Болотное, отлично. Итак, после блеф игры 15-5. Буду кашелево впереди. Играем дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Дуэль игра. Сейчас вы услышите темы наших пяти боев. И каждый из вас скажет капитану, какую тему он на себя готов взять. Внимание. Итак, темы. Первый бой – наша Беларусь. Второй – планета Земля. Третий – пыль веков. Историческая тема. Четвертый бой – точные науки. Пятый бой – живая. Природа у вас ровно пять секунд, чтобы принять решение. Поехали! Время и стекло, и сразу Дарья. Дарья – капитан ветковской команды. Кто очень хорошо знает нашу Беларусь? Нашу Беларусь хорошо знает Ольга Синецкая. У Вадима? У нашей Беларуси знает лучше всего Мария Попека. Итак, Ольга против Марии. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем. На границе с этой страной выстроен терминал Новая Гута. Опа. Не так уж много стран нас окружают. Девочки, вы в Чернигов на Шопинг никогда не ездили? Вот это на границе с Украиной. Девоньки, у нас не штрафуются неправильные ответы. Нажал – ответил. Вдруг попадешь. Играем. Всемирный известный художник Марк Шагал – уроженец этого белорусского города. Витебск. Витебск. Отличный ответ. Играем. Бюст этого политического деятеля советских времен установлен в Гомеле. А в Ветке даже есть музей этого политического деятеля. Оля, в первой школе вас никогда не водили в музей Андрея Андреевича Громыка? У-у-у, ребята, это интересно. Есть такой замечательный музей в первой школе города Ветки. Играем. Оля, сходите, вам понравится. Поехали. В этом городе проповедовал святой Кирилл Туровский. Туров. Не может быть. Конечно, Туров. Господи. Город Гомель при разделе Речи Посполитой достался этой империи. Ой. Да. Российской. Российской империи великолепно, великолепно. И счет такой солидный. 30 у Бутакшилева, 5 у Ветки. Играем дальше. Планета Земля. Ветка, 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 ветка. Скандируют трибуны. Дарья, кто пойдет исправлять ситуацию? Какая тема? Планета Земля. География. Так, география. Пойдешь. Ясно. Уже сходила. Что ж, на географию пойду я. Хорошо, но напоминаю, что больше двух раз у нас к стойке не остановится. Так что, так что, так что думайте. Хорошо, Вадим, у вас? У нас иду я. Капитанский бой, вперед! Рики Печора, Обь, Енисей, Лена несут свои воды в этот океан. Да. Это получается Индийский океан? Спасибо, Господь, прошу. Тихий. Тихий. Ой, Господи. Господи, северный, ледовитый. Теперь вы это знаете. Играем дальше. Самое большое высокогорное озеро Титикака лежит на этом континенте. Что же за континент такой? Да. Америка. Какая? Северная. Вадим? Южная Америка. Южная Америка, конечно. На этом языке говорит самое большое количество землян. Да. Английский. Не английский. Англичан не так уже много, хотя язык международный. Вот народа много, и там язык, соответственно. Китайский. Китайский. Великолепно. Дарья, прекрасно. Этот японский город в древности назывался Эдо. Ну, много ли вы японских городов знаете? Прошу. Токио. Токио, конечно. В шутку ее называют холодильником планеты. Фальстарт, фальстарт, Дарья. Недаром именно там зафиксирован температурный минус-рекорд. Антарктида. Антарктида. Это правильный ответ. 45-10. Но мы только начали игру. Следующий бой. Играем. Тема у нас пыль веков. Тема историческая. Дарья, кто у вас историк в команде? Историк у нас в команде Полина Афанаськова. Полина, я верю в вас. Вадим? В нашей команде историк Иван Евтухов. Итак, Полина против Ивана. Вперед! Полина! Полина! Гражданам этого воинственного древнегреческого полиса запрещалось торговать и заниматься ремеслами. Иначе чем бы тогда они отличались от элотов и перейков? Что же за полис такой? Воинственный греческий полис. А это Спарта. Теперь вы это знаете. Играем. На самом деле эта война продолжалась 116 лет. Мы называют ее. Прошу. Столетней. Столетней войной, да. С 1337 по 1453. Играем. Этот древний город, как считали его граждане, был основан в 753 году до нашей эры. Да? Рим. Рим. Прекрасно. Против этого выступали американские амулиционисты в 19 веке. Рабство. Против рабства. Отлично. Английский политик Черчилль в своей фултонской речи разделил запад и восток с железным... Чем? С забором. С железным забором. Вот некоторые буквы начальные вы угадали. Полина. Железным? Железным. В театр ходили? Занавесом. Занавесом, конечно. Итак, 20.55. Полина чуть-чуть сократила отставание. Следующий бой. Тема «Точные науки». Кто готов? Дарья. Тема «Точные науки» Алина Квакухна. Алина, великолепно. Вадим, у вас? На «Точные науки» пойдет Виктория Дринкова. Алина против Вики. Вперед! Взрыво. Звучит в «Точные науки». Наименьший существующий в природе электрический заряд – заряд этой элементарной частицы. Сейчас просто электрон. Электрон, да. В муках рождался ответ, но тем не менее родился. Согласно Эвклиду, столько прямых параллельных данных можно провести через точку, не лежащую на данной прямой. Да? Одну. Одну. Прямые не пересекаются. Параллельные. Алина. Активнее. Разность конечной и начальной скоростей, деленных на время – это? Ускорение. Ускорение, конечно же! Смелее у вас получится. Рассказывает, что главное открытие этого русского химика состоялось, потому что он любил раскладывать пассианцы. И что же он придумал, русский химик? Вот такие карточки разложены, разложены, разложены. Да? Менделеев. Менделеев, конечно! Дмитрий Иванович разложил карточки с названиями элементов, они ему приснились даже. Играем. Это рабочий инструмент астронома. Да? Телескоп. Телескоп, конечно! Итак, 65-35, Будок Шелевов. Пока. Впереди. Играем дальше! Дарья, живая природа, кто близок? К живой природе у нас очень близка Диана Дятула. Дианочка, внимание, вы куда вы? Потерпите. А кто идет у нас на природу? На живой природе у нас лучше всего знает Юлия Лоско. Хорошо, итак, вперед, девушки, вперед! Начнем. Из такого количества клеток состоит одна бактерия. Да? Одной. Одной, конечно, все просто. Прайдом называют семью этих хищников. Волков. Волков? Не волков, это стая, как почетный волк нашего района, я вам говорю. Это стая. Итак, прайд, хищники? Возможно, кошачьи. Какие именно? Да? Ну. Рыси. Рыси, мяу, рыси. Они индивидуалисты, они в стаи не ходят. Это львы на самом деле. Прайд, это львы. Играем. Так называют самую крупную пчелу в пчелиной семье. Да. Матка. Матка, да. Кроме динозавров, к архозаврам относятся летающие рептилии птерозавры. И, кстати, архозавры ныне живут на земле. Это водные присмыкающиеся. А что за присмыкающиеся такие водные? Крокодилы. Крокодилы, конечно же. У кальмара 10 щупалец, а у осьминога столько. Фальстарт, фальстарт. Строго следит за этим наш электронный судья. Прошу. 8. 8, да. Осьминог. 8 щупалец. Это правильный ответ. Итак, счет практически равный. 40-80. Ну, деленный пополам. Ну, а у нас пришло время теста игры. Играем. Вперед. Вот я бы советовал Дарье и Вадиму отправить в бой на тест игру людей, которые более-менее понимают в искусстве. Есть такие? Да, у нас есть. Это Ольга Синецкая. Олечка, хорошо. Верю в вас. Вадим? У нас в искусстве разбирается Юлия Лоско. Итак, Оля против Юли. Вперед! Оля! 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 Основное правило нашего скоростного централизованного сервия. Выжимаем кнопку и говорим правильный вариант. Вариантов всего три. Итак, поехали. Знаменитую картину Джоконда Леонардо да Винчи называют еще. А. Донна Роза. Б. Монна Лиза. Ц. Стереосвета. Прошу. Б. То есть Монна Лиза. Это правильный ответ. Плюс 10 очков. У нас растут ставки на тест-игре. Иван Айвазовский. Художник. А. Маринист. Б. Баталист. Ц. Анималист. Фальстарт. Фальстарт у вас, Оля. Я рыдаю вместе с вами, но... Ц. Ц. Нет. Анималист тот, кто рисует животных. Баталист тот, кто рисует сражения. А вот он был маринист. Он море рисовал. Отсюда имя Марина. Морская. Играем. Андрей Рублев, автор знаменитой иконы Троица, был причислен к лику святых. А. В 15 веке. Б. В 18 веке. И Ц. В 20 веке. Прошу. В 15 веке. В 15 веке. Извините, это неправильный ответ. Прошу вас. 15 веке был какой вариант? А. 15... Ну. Б. Б. В 18 веке. Вот стал он святым. Его канонировали только в 20 веке. Почти через 600 лет после его рождения. Вот теперь вы это знаете. Играем. Карл Брилов в своей знаменитой картине «Последний день Помпеи» изобразил себя в виде. А. Сапожника. Б. Картежника. С. Художника. 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 Браво. Плюс 10 веке. Бежит он там, прикрываясь от вулканического пепла коробкой с красками. Играем. Польгоген уехал за вдохновением на остров. А. Гаити. Б. Таити. С. Кирибати. 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 Мимо? Мимо? А. Гаити. Не были мы на каком Таити. Нас их здесь неплохо кормят. Таити, в самом деле. Он Таитянах рисовал. И Таитян целая серия великолепных картин. Сокращается разрыв. Уже не двойное преимущество. 50-90. Буду кашлево впереди. Слайд. Игра. АПЛОДИСМЕНТЫ Игра. АПЛОДИСМЕНТЫ Игра. Не надо, вы пока лидируете. Начинаем с вас. Появляется человеческое лицо, и вы называете имя этого человека, начинающегося, естественно, на нужную букву. Итак, Иван, прошу. Три, две. Одна, Диана. Ну? Имя? Август. Август, понятно. А тем не менее, это Александр Невский, вот так его изобразил один из современных художников. Никому пока 15 очков не досталось. Диана, играем с вами. Буква Б. Барак Обама. Барак Обама, плюс 15 очков. Иван, поехали. Ванга. Ванга, Евангелия Димитрова, да. Провидица, пророчица и так далее. Играем с вами. Гоголь. Николай Васильевич Гоголь, прекрасно. Иван. Три. Дарвин. Да, вот так его в виде обезьяны карикутурист и изобразил. Браво! Чарльз Дарвин, автор эволюционной теории. Дианочка, прошу вас. Буква Е. А когда-то его знали все. Иван. Ельцин. Ельцин, президент России. 10 очков на подборе. Великолепно. Играем с вами, Иван. Жанна Дарк. Жанна Дарк. Вот тоже изображение современного художника. Прошу вас, Диана. Фамилия у него на З начинается. Известный модельер. Вот видите, даже с одеждой изображен. Не помню. Что, неужели фамилию такую простую, не знаете? Иван, добейте. Я не знаю. Опа! Студия. Зайцев. Зайцев, конечно. Великолепно. Иван. Иван Грозный. Ну, еще бы своего тезку-то не знать-то. О, господи. Да, Иван Грозный. Великолепно. Диана, прошу. Климович. Ну, абсолютно правильный ответ. Что я могу сказать? АПЛОДИСМЕНТЫ И так, после слайды игры, 160-95. Риск игра позволяет набрать 100 очков. Так что, Дарья, Вадим. А, я же забыл отпустить наших игроков. Вернитесь в команду, и капитаны примут решение. АПЛОДИСМЕНТЫ И так, Риск игра единственная игра, где мы штрафуем неправильный ответ, но можно заработать 20 очков на правильном. Но можно и промолчать, и ничего не получить. АПЛОДИСМЕНТЫ Дарья, кто? Полина Фоначкова. Полина, великолепно, спасайте команду. Вадим. Риск игрует, иду я. Хорошо. И так, Полина против Вадима. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Наша Беларусь под 862 годом в летописях впервые упоминается в хронике этот город. Будущий центр Полоцкого княжества. БИП Полоцкое княжество. Раз, два. Полоцк. Полоцк, конечно же. Руделой. Продолжаем. Полина, земля. Эта пустыня самая большая в мире. БИП Прошу. Сахара. Сахара, великолепный ответ. Пыль вековая историческая тема. В июне 1812 года его армия вторглась в Россию. БИП Да. Наполеон. Наполеон Бонапарт, да. Точные науки. Она, как известно, не меняется при перестановке слагаемых. БИП Сумма. Сумма, конечно. И заканчиваем. Живая природа. Эти симпатичные грызуны украшения Гомельского парка. Белки. Белочки, 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 белочки там прыгают. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень они не нравятся нашим гостям. И вот едва-едва Полина не догнала своих соперников. 200-155. Ну что ж, победа в гимназии Будда Кошелева. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот не похожи на победителей обучающиеся ученики, воспитанники гимназии Будда Кошелева. Держат они перед собой сувениры ради компании Гомель, но как-то не улыбаются совсем. Вот-вот умеют, оказывается, умеют. АПЛОДИСМЕНТЫ Будда Кошелева впереди на первом месте, ветка на втором. Ну а у нас на первом месте ум, сообразительное знание. Если вдруг что-то не знаете, смотрите нашу эрудит пятерку. И вы услышите, теперь вы это знаете. Ведь самое главное, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова